Жители промышленного района обсудили дизайн проекта дальнейшего благоустройства общественных пространств по нацпроекту «Жилье и городская среда». Были представлены три территории – сквер имени Калинина, сквер памяти ветеранов и парк «Воронежские озера». Лилия Бровкина живет рядом с Воронежскими озерами. Вместе со своими соседями она хочет сделать парк лучше, чище и красивее. Ну как же, наши жители переживают. Мы переживаем, чтобы наша территория была благоустроена, красивая, где могли бы. Всем места хватало. То есть и пожилым людям, молодым мамам. Территория промышленного района в последние три года занимает первое место во всенародном голосовании. За это время благоустроили две очереди парков – Молодежные и Воронежские озера. В этом году к реализации запланирована третья очередь этих пространств. «У нас благоустраиваются общественные пространства, территории. Парк Молодежный, парк Воронежские озера были благоустроены именно благодаря этой программе. Люди видят результат, когда они голосуют и сразу же видят, что да, вот действительно, пожалуйста, мы проголосовали и вот у нас на следующий год появился замечательный парк Молодежный. Конечно, людей это воодушевляет и они с удовольствием продолжают активно участвовать в этой программе». На обсуждении каждый житель смог высказать пожелания и предложения по благоустройству территорий. Они будут внесены в доработанные дизайн-проекты. «Остановились подробно на каждой общественной территории. Жителями района были высказаны определенные пожелания с целью того, чтобы учесть на данной территории. Прошел конструктивный диалог. Те замечания, предложения, которые были озвучены, они, собственно, будут отражены в проекте, в протоколе общественного обсуждения и будут рассмотрены на заседании общественной комиссии». Общественные обсуждения проходят во всех районах Самары. Какие территории преобразятся в 2025 году, решат сами жители. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.